отдохнув после утреннего насыщенного выхода в годе коллектив и игоря вновь собрались для подготовки к следующему этапу охоты пока было время все поделились друг с другом яркими моментами утреннего выхода каждому было что вспомнить собрав всех главный охотовед вновь провел инструктаж и разделил всех участников кто с каким егерем и куда поедет я же на вечернюю охоту направился славой который уже на вышке после утреннего курьеза попробует таки добыть своего трофейного самца косули кстати у коллектива киевхантерс есть свой интернет-магазин на охотничью тематику где представлен широчайший спектр товаров отобранные на основании их богатого опыта в охоте удобность интерфейса и подробное описание товара радует глаз и также приятным бонусом будет то что для участников форума киевхантерс присутствуют скидки в размере от 5 до 10 процентов в общем советую заглянуть на их форум и магазин там вы найдете приятное общение с единомышленниками и полезный для вас товар за приемлемую цену на номера мы ехали в полной тишине каждый уже в своем сознании смаковал предстоящую охоту ведь после утреннего выхода все были уверены то что вечер будет ярким и зрелищным на вечернюю охоту с нами пошел роман который еще по пути к вышкам провел еще один инструктаж по безопасности и также показал все направления выхода зверя и указал кто где будет охотиться погода была благосклонна к нам и все указывало на то что охота будет удачной вышка славы было на холме вид и условия для охоты были шикарными вся долина была как на ладони и можно было легко проследить любой выход зверя заняв позиции роман показал где чаще всего выходит косуля ну что же все на номерах теперь в полной тишине нам лишь стоит дождаться вечера сегодня на охоту слава берет с собой нарезной карабин ruger american rifle predator калибр 223 реймингтон оптика nico sterling кратностью 416 патрон хорнаде тренинг калибр 223 реймингтон не прошло и десяти минут как возле нас уже жужжала целая туча полезских комаров которые тут же облепили нас в попытке устроить пиршество кстати на другом участке угодья на поиски своего трофея вышел охотник по имени сергей которому также предстоит испытать свою удачу на охоте с вышки и уже на подходе к номеру он нашел рог как по мне это было удачным знаком в предстоящей охоте ну а на нашем номере пока было тихо лишь вдали мы могли наблюдать как на свою вечернюю охоту вышел аист исследуя все свои злачные места на наличие живности под впечатлением здешних красот и предвкушение выхода зверя мы не замечали как солнце уже начало опускаться за горизонт как вдруг наше ожидание скрасил грациозный конюк который также вылетел в поисках своего трофея но пока ни ему ни нам не удавалось заприметить свою добычу на номере сергея вдали показался самец косули но на запредельном расстоянии для выстрела он двигался в сторону где с вышки его было не достать и егерь зная маршрут следования этого самца решил направить охотника на перерез чтоб уже с другой стороны пролезка попытаться подойти на расстоянии выстрела и пока сергей направлялся на перерез на нашем номере повезло добыть трофей только конюку нам лишь оставалось наблюдать за его пиршеством средь поля из лесной гуще к нам вышел роман он на другой стороне холма разглядел в зарослях косулю теперь наша задача была как можно тише пробраться сквозь плотный участок зарослей да так чтоб не издать ни одного лишнего шума и я вам скажу на приливе адреналина когда уже охотничий азарт так и льется в крови это весьма нетривиальная задача очень сложно превозобладать свои эмоции пробирать как можно ближе к зверю но нам повезло косуля все так же паслась на том месте где их заприметил роман расстояние и густая трава сначала мешали разглядеть наличие роман но уже через минуту нам стало ясно что это самка но ничего вечер еще только начинался и шанс на добычу свое трофея у нас еще велик в это время сергей таки успел выйти на перерез самцу который уже вышел из пролеска прямо под выстрел охотнику страшно представить что творилось в душе сергея ведь самец был с хорошими трофейными качествами но расстояние было не маленьким теперь вся надежда на меткость и хладнокровие стрелка не остасить все раз все но сегодня охотничий азарт взял верх над точностью и после двух попыток самец таки скрылся оставляя охотника хоть и с приятными но все же с досадными воспоминаниями о сегодняшней охоте на нашей же стороне угодий богиня диана подарила нам выход трех косуль причем один из них был весьма желанными трофейными качествами хоть славе и пылало все в душе но он решил дать косулям подойти поближе к нам в надежде что в этот раз ему повезет больше наши надежды оправдали себя косули подошли метров на 90 к нашей вышке теперь охотнику осталось лишь успокоить бурлящий адреналин и сделать точное попадание прозвучал выстрел и сразу за ним звук попадания в косуля ознаменовал о том что слава справился своими эмоциями пронаблюдав за самцом мы увидели что он отошел за километр и залег учитывая утренний опыт мы не спеша подкрадывались каждую сотню метров пытаясь высмотреть подранка в бинокко чтоб хоть сегодня охота закончилась без курьезов подойдя метров на 500 мы смогли разглядеть косулю было видно что он хоть и не идет дальше но все же стоит на ногах теперь наше передвижение было в разы медленнее ведь было важно подобраться как можно ближе чтоб добрать подранка а азарт и адреналин уже вовсю подогревал нашу кровь и вот уже в сплошных сумерках охотнику предстоит поставить точку в сегодняшней охоте добрав такой желанный трофей выстрел косуля упала в траву ознаменовав о удочном доборе и прекрасном завершении сегодняшнего вечера так и закончился наш выход в угодья который дал полную силу насладиться этим праздником охотничьей души теперь нам лишь оставалось абсолютно уставшими но счастливыми возвращаться на базу ведь утром новый выход уже через три часа неспокойного сна мы вновь собрались всем составом на инструктаж и разделение по экипажам в это утро я пошел с охотником по имени игорь ему предстоит испытать удачу на вышке сегодня на охоту игр берет с собой нарезной карабин тика и 3 калибр 30 06 оптика вортекс кратностью 1 6 патрон целия беллет за час до рассвета мы уже заняли свои номера и как полагается до первых солнечных лучей сидели не издавая ни звука наслаждаясь пением птиц которые вновь призывали поскорее уже солнцу согреть долину своим теплом при первых лучах солнца мы тут же принялись высматривать зверя но пока было пусто пользуясь затищем игорь приноровился к стрельбе из этой вышки и волей судьбы как раз под его прицел из леса выбежала первая на сегодня косу но он сквозь оптику смог разглядеть что это была самка и пока мы пытались рассмотреть ту самку и проследить не вышел ли следом за ней самец как вдруг с другой стороны леса раздался пронзающий лай самца косули как будто оповещающий что выходит хозяин луга и все незваные гости должны удалить и вот он показался расстояние было запределен для выстрела да и даже толком расследеть какие же у него рога было невозможно но он потихоньку двигался в нашу сторону что давало большие надежды и добавляло адреналину в крови следом за ним вышла и самка в такие моменты стараясь даже лишний раз не дышать не то что шевелиться и все остальные признаюсь честно одно удовольствие наблюдать за такими действиями безмерная охотничья страсть таки горит в тебе давая на всю душу насладиться прекрасным охотничьим утром самец уже был совсем близко к нам давая возможность разглядеть его трофейные качества но к большому сожалению хоть рога и выглядели не маленькими было видно что это молодая особь и большого интереса для охотников он не представлял кстати на соседнем участке артем также пытался с подхода найти трофейного самца ему повезло у леса была замечена особь с хорошими рожками но расстояние не позволяло сделать прицельный выстрел и егерь решил подойти ближе к цели используя пролесок а у нас же молодой козлик во все играл на наших нервах подходя на расстояние когда и без бинокля можно было во всей красе разглядеть данную особь хоть у игры играл во всю охотничьи азарт но надежда на выход трофейного самца останавливала его от такой легкой добычи а и Любуясь молодым самцом, краем глаза мы заметили, как в метрах семидесяти от нас на луг выбежали две самки. Причем одна из них была беременна. Хоть и не вышел пока на к нам желанный трофей, но наличие стольких особей возле нас значительно скрашивало сегодняшнее охотничье утро. Субтитры создавал DimaTorzok А за лесом прозвучал выстрел. Артем с первого выстрела добыл очередной трофей. И Роман еще раз увенчал почестями охотника, ознаменовав о завершении удачного утра для Артема. На нашей же стороне леса жизнь на лугу продолжала кипеть. Косули крутились в метрах пятидесяти от нас, давая в полную меру насладиться охотой. И хоть трофейный самец к нам так и не вышел, но на то оно и охота. То не каждый день коту маслятся, да и мы не расстраивались. Здешние красоты и наличие стольких косуль давало нам 100% уверенность на то, что в следующий раз в этом хозяйстве охота также принесет нам уйму адреналина и счастья. Ну что, друзья, закончилось наше путешествие за летним козлом. Сегодня было открытие весенне-летнего периода охоты индивидуальной на самца-косули. Прошло крайне успешно. В коллективе семи человек добыл семь козлов. Козлы хорошие, трофейные. Мне повезло добыть двух. Хочу поблагодарить охотничий клуб «Сокол» за хорошее гостеприимство, наличие зверя, хорошую и удачную охоту. Коллективу «Киевхантер» спасибо за участие. Смотрите наше дальнейшее видео. Ни пуха, ни пера. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Стой продолжение в следующей серии.